Доброе утро всем, друзья, и добро пожаловать в новый влог. Сегодня у нас воскресенье. Мы тут последний день находимся. А я вот проснулась, я думаю, пойду сейчас немножко шпорт сделаю. Шпорт вниз сейчас буду отпускаться, где там озеро, да, и там все собачками гуляют, и спортсмены бегают. Вот, девчата, хочу сказать, я расснимала когда видео, это было понедельник, по-моему, да, или во вторник, и на парплацах у нас, сейчас тут солнышко, да, вот тут солнце отсвечивает, людей практически не было. Сегодня проснулись, а у нас тут фоль. Все полно, все битком, все забито, народу, это ужас. А я еще вчера, мы легли спать, думаю, да что такое там движение, как в Москве. Туда-сюда люди бегают, бегают, бегают. Я думала, может, соседи. А, тут у нас фоль, все много. Что хочу сказать, вот. Ну, это так, мое мнение. Недельку хватает, чтобы отдохнуть. Две недели это много. Ну, конечно, это у нас просто такая ситуация, да. Кто знает нас, смотрит, у нас просто такая ситуация, мы две недели, мы остались ради машины, завтра нам только будет вставлять лобовое стекло на нашей машине. Приедет обшлеп Динст, заберет ее в Верону, в другой город. Ну, муж поедет следом, потому что за ними надо глаз-до-глаз. Машину мы здесь оставляем, не оставили. Почему? Я уже объясняла, здесь на каждом отпуске воровство. Тут ее разворуют, и никто ее тут делать не будет. Она так же и будет у них на парплаце стоять, и все. Потому что я же вижу, как у нас тут тоже на парплаце, как свалка. Все машины вон туда прямо, где информационно, да, вывезли. Потому что новенькие приходят, им тоже вот такие вот, например, надо как, ну, как место, да. И я вижу, машины некоторые быстро забирают, особенно Нидерланды, да, Голланд. А другие там, они уже, мы уже тут две недели, они до сих пор стоят. И мало ли, они же открыты, окна выбиты, а тут же везде лазают. Сами знаете, какие, как, ну, как происходит, да, в отпусках и карманники, кого только нету. И мы побоялись машину оставить. И вот ради машины мы здесь и как находимся. Ну, завтра уже будет делать, все. Все, наконец-то АДС дозвонилась, вернее, нам позвонила, пока там муж с ними боролся. Потому что вот тоже ничего не хотят делать. Бегут не одни, здесь у нас 10 тысяч машин будут находиться с ним, ну, как дойчи. И завтра в 8 часов приедут, заберут. И мы потом тут с сыном останемся или сразу поедем, а мы еще Верону поснимаем. Там у нас знакомые тоже живут, приглашали нас, которые вот нам вот помогали. И вот хорошие тоже знакомые. Они здесь живут, работают. Ну, я вам так скажу, лучше Германии нет, или мы просто привыкли на своем месте. Не знаю, я вот, например, домой хочу. Я уже не могу, у меня уже там и все снится. Вот. Вчера у нас тут была молния, гроза, дождик. Ну, тут такая молния, что я тебе дам. Именно вот, знаете, вот такой гевитор. Гевитор – это как... Как вам объяснить? Гевитор – это когда вот ветер такой, как по-русски сказать. Ну, короче, именно вот на ветрах, на озерах, вот на... Вот я вот заметила, вот, знаете, вот и когда вот на море и в полях вот такой вот молния, она вот очень сильно так шарахала, так била. Это ужас было. Это аж стекла трещали. Вот, ну, а сейчас вот как будто как ни в чем не бывало. Посмотрите, небо голубое, ни одного вообще нету этого облачка. Вот у них тут так. Два часа так, через, например, четыре часа так будет. Вот. И еще что хочу сказать. Иду к озеру. Еще что хочу сказать. Я не знаю, кто здесь, ну, как раньше был, но сейчас очень дорого. Здесь вот, например, как... Ну, надо ехать сюда, чтобы были полные деньги, да? Или просто подешевле искать, как бы, ну, место. Потому что я вчера, не знаю, я посмотрю сейчас, сколько то видео. Я вчера ходила, снимала, когда вот немножко дождик перестал, да? Кемпинг другой. Тоже смотреть надо по кемпингам. Извиняюсь. Кофе напилась. По кемпингам. Вот, смотрите, у нас четыре звезды, да? Виладжа называется. А там вот напротив у нас, как выходишь, там тоже. Там есть для бондвагонов, да? Дом как на колесах, как... И такие же, как у нас все домики. Все так же. И я не могу понять, в чем разница. Ну, там я вижу люди рыбачат. Хотя рыбачить нельзя здесь. Эти говорят, итальянцы, садитесь, садитесь. Здесь, ну, типа, что-то только надо впасывать, да? Вдруг придут, это... Нет, здесь лучше вообще не садиться на рыбачь, потому что здесь такие штрафы. И они, например, ездят, да? Здесь на вот этих моторных лодках проверяют, кто рыбачит, кто не рыбачит. Лучше не рисковать. Какой у нас ветер поднялся сейчас. Ну, это сейчас, это всегда по утрам так. Потом тут спокойно-спокойно. Покажу. Я там снимала вот этот вот кемпинг, да? Думаю, ну, что, пять звезд, думаю, зайду туда, поснимаю. Смотрю, ну, там тоже как бы русскоязычных много. Только на вот этих вот домах, как на... Вон вагонов, как сказать, да? И это очень много, очень много. И это... Зато у нас тут никого, только мы. И... И Нидерланды. Французов здесь мало, по пальцам, конечно, можно. И Денимарк. Тут тоже очень много. Видать, видите, ну, вчера, я говорю, была и гроза, и молния, и... Вон, еще даже кое-где лужи. Но жарит, пекет. А, вот, еще что хочу сказать. Вот, девчата, смотрите. Насчет... Кто-то мне, по-моему, писал насчет, что приехать с палаткой. Нельзя здесь с палаткой приезжать. Как бы здесь надо обязательно в этом... Чтобы у вас был кемпинг, у вас должно быть место. И это место у вас должно быть заплачено. Просто так приехать с палаткой и здесь сесть, это... Нет, это нельзя вообще. Вот, потому что здесь контролируют, здесь проверяют. Вот это, что я хотела сказать, вот на этот вопрос ответить. Так просто здесь не делают. Может, там где-то делают, я не знаю. Но вот здесь такого нет. И еще хочу сказать, даже если с палаткой, конечно, извиняюсь, но так холодно. Здесь холодно, именно вот ночью и по утрам. Вот небо голубое, да, вот что-то как будто как осень чувствуется. Небо голубое, но холод, вот до того такой холод. Вот сейчас даже вот солнце, да, время у нас полвосьмого. Я вообще шла за булочками, думаю, сейчас немножко тут побегаю, а потом зайду за булочками, пока покушаем и пойдем сегодня в бассейн. У нас тут бассейн, у нас тут и джакузи есть, и вообще хорошо. Бульки вот эти вот для спины хорошо, вот как бы. Три бассейна глубокие, один поменьше с детками. И тут можно целый день находиться. Очень, я говорю, очень. Мне вот то, что вот это вот нравится. Ну, море лучше. Вот. Ну, туда заходить уже не буду. Так, немножечко вам поснимаю. Потом поснимаю вам бассейны. Вчера уже не стала снимать. Сегодня что смогу сниму. Почему? Потому что я уже сказала, что много народу. Очень много народу. И тут все равно как бы наблюдают, смотрят, то, что делают, то, что не делают, то, что снимают, то, что не снимают. Потому что некоторые, я вижу, даже, ну, как женщины подходят детей своих фотографировать, а этот уже ходит, ну, вот, который вот смотрит, да, чтобы не утонули как. Потому что, ну, нельзя. Ну, с одной стороны, это и хорошо, это порядок. Вот он наш ресторанчик. Ну, мы ходим в город. Тут мы тоже сидели. Тоже очень вкусно. Очень вкусно, хочу сказать. Там вон прямо дискотека для детей, потом для взрослых попозже. Вот мы тут уже, девчата, все обошли. Все, все вот тут по кругу. Туда далеко ездили на бусах, на автобусах, да. Но все уже обошли. Где мы только не были. За вот эти две недели везде, везде мы были уже. Сейчас, говорю, вот эти... Вчера плохая погода была. Сегодня, я говорю, целый день вот будем в Швимбаде, в бассейне, говорю, лежать. И все. А так везде уже побывали. Ну, красиво. Есть такие места, конечно, очень-очень красивые. Очень. Я прямо вам не могу передать. Да, это везде видать. В каждом городе. В Испании тоже очень красиво. Вот я тоже хочу сказать, да. Как бы в каждом городе есть свои, как бы, местечки такие красивые. Вот. Есть тут, конечно, и такие дома, которые вот брошенные. И такие вот, как бы, ну, запущенные. Это везде такое. Хочу тоже сказать, я не говорю прям тут аж рай. Нет, здесь прямо в центре такое есть. Такие дома обшарпанные, продаются. Вот. Так же, как по всей Европе. И такие вот тоже, я говорю, вот эти гевитры, вот такое вот все. Вот плохая погода. Мне кажется, сейчас по всему миру такое. По всему. Только смотришь новости, мы всегда смотрим. Утром и вот вечером. То там залило, то там дождик, то еще что-нибудь. Это везде такое. Купила я булочки. Хочу вам сказать, сегодня другие. Но здесь почему-то нету темных булочек. Здесь постоянно белые булочки. Но до этого я брала вот такие большие булочки. Интересно, они у них тут по грамму. Они их взвешивают. Смотрите. Я не знаю, тут сколько. Но я заплатила 2,70 за 5 булочек. Он их взвешил и сказал мне. Вот такие вот булочки. Сегодня, говорю, будем дома. Никуда не пойдем. Вчера муж покупал рыбу такую интересную. Очень вкусную. Приготовил. Мы кушали с мамой Лыбой. Такая рыба вкусная. Ну, вот такая вот наподобие булочка. Я 5 штук. Но они большие. И вот такие вот булочки. Смотрите. Они легкие такие. Вот такая. Смотрите, какие здоровенные булочки. Правда вкусные. Очень вкусные. После вкусного завтрака теперь можно сделать зарядку. Сейчас у нас начинается зарядка в 11 часов. И будем делать зарядку. Какое у нас небо голубое. На улице просто. Просто-просто. Ни одного облачка. Так хорошо на улице. Всем привет. Наконец-то мы едем домой. Вот нам только что стекло поставили. А остальное мы все дома сделаем. Сегодня понедельник. Наконец-то. Остановили здесь. И тут у нас беру недалеко ключи отдать. До новых встреч. Встретимся с вами в Германии.